Я Виктор Лысенко, директор и сооснователь проекта RocketBank. То, что мы делаем, это по-настоящему банк будущего. Очень быстро начинает меняться банковская индустрия, банки пытаются найти выход из этой ситуации, клиенты переходят на мобильные технологии, уходят сначала в интернет-банк, потом в мобильный телефон. Банки не очень могут с этим справиться. И тут возникает несколько в мире компаний, в том числе мы один из них, который эту проблему решает. Идея появилась в июне 2012 года. Лето мы потратили на то, чтобы протестировать модель, вообще понять, как она работает. Для этого мы сделали то, что называется лендинг-пейдж, страничку, на которой мы описали смысл продукта, описали, сколько это будет стоить и сказали людям, пожалуйста, оставьте свой e-mail, если вы захотите стать нашим пользователем. Это, кстати, то, что я советую вообще всем предпринимателям делать, если вам пришла в голову какая-то идея, сделайте простой лендинг-пейдж и зафиксируйте на нем как-то доказательно, что люди готовы платить за ваш сервис, что они готовы ставить e-mail, готовы оставить свой телефон и так далее. На самом деле все, что человеку нужно от финансовых услуг можно получить через мобильный телефон, ну и в некоторых случаях через интернет. А вообще, если посмотреть на историю почти всех отраслей, в тот момент, когда какой-то ручной труд можно заменить на автоматизированной, компьютерной, это всегда происходит рано или поздно. Я на днях наткнулся на отчет компании Accenture, которые заявляют смело о том, что в 2020 году существующие банки потеряют 35% своего рынка, им на смену придут несколько новых моделей, включая вот ту модель, которую делаем мы в RocketBank. Мобильные технологии в банкинге даже более безопасны, чем, скажем, интернет-технологии, потому что инструменты идентификации, всякие методы безопасности, они остались такие же, скажем, примерно, как были в интернет-банках, но вдобавок к этому мы всегда можем отслеживать, где человек находится. Допустим, если человек находится в Москве, а кто-то пытается воспользоваться его карточкой в Киеве или в Гонконге, мы всегда это можем определить. Сложностей, как всегда, много, но на самом деле у любого стартапа всегда много сложностей, даже когда снаружи выглядит какая-то история очень успешной, сказочной, красивой, с неба сыпятся карамельки, на самом деле изнутри компании ты всегда видишь, то какой-то клиент решил про тебя, он чем-то недоволен, решил написать про тебя какую-то плохую штуку, то у тебя возник какой-то юридический вопрос, то у тебя пытается уволиться какой-нибудь ключевой человек, то у тебя вот каждый день постоянно изнутри такие вещи происходят. Но, честно говоря, я уже привык, я много лет занимаюсь стартапами, привык жить в таком режиме, поэтому для меня это такая нормальная среда обитания. Вот большинство предпринимателей, которые я видел, они выживают и могут идти вперед только за счет того, что они верят, что они все получат, потому что проблем, сложностей всегда такое большое количество, что без веры того, что ты там все это победит, действовать почти невозможно. Ты будешь, если у тебя нет такого отношения, ты просто будешь постоянно находиться в депрессии и разрушив свою психику, ничего не получится. План Б на сайте rbk.ru